Сборная России по плаванию завершает подготовку к предстоящему чемпионату мира, который состоится в корейском Кванчжоу. Во Владивосток приехали 32 спортсмена. Наш город был выбран не случайно. Приморская столица близка по климатическим условиям Кореи и, что немаловажно, различия в часовых поясах у нас совсем незначительны. Всего один час. Сейчас у нас заключительный этап подготовки. Здесь созданы все условия для решения тех задач, которые у нас поставлены. Поэтому у нас здесь приехала биохимическая лаборатория, в которой мы регулярно отслеживаем показания крови. Еще ряд моментов, связанных с технической подготовкой, с физической подготовкой. В заключительные дни тренировок во Владивостоке пловцы сборной России провели открытую тренировку для юных приморских спортсменов. С трибун спорткомплекса за мастер-классом наблюдали несколько десятков воспитанников олимпийца. Для них это по-своему важно, ведь в бассейне большинство лидеров сборной – призеры Олимпиад и мировых первенств. Пусть внимательно смотрят, если получится, даже слушают, потому что у нас тренеры многие громко разговаривают. И я думаю, им понравится, они много чего сегодня увидят и много чего запомнят. Далее по расписанию у нашей команды сборы в Японии, а потом Корея. Чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года начнется в Кванчжоу 12 июля. Настроение в сборной боевое. Спортсмены отмечают, что тренировки во Владивостоке пошли на пользу. Нам предоставили возможность спокойно провести акклиматизацию, спокойно провести время и улучшить свои результаты. Главные соперники, наверное, австралийцы, американцы в большей степени, несколько там единиц европейцы. Я думаю, что мы выходим командой на новый уровень и будем показывать еще более быстрые результаты. Спорткомплекс «Олимпиец» построен 30 лет назад, но, несмотря на это, он соответствует требованиям для подготовки спортсменов. Однако, как отмечают в сборной, не хватает некоторого оборудования, но его можно привезти из центра подготовки в Москве. Руководство спорткомплекса рассказало, что из бюджета края выделено 43 миллиона рублей для необходимой модернизации бассейна. Ремонтные работы планируют завершить в сентябре этого года. Фактически бассейн будет служить для населения, потому что сборная приехала-уехала, подготовилась и задачи выполнила. А далее этим бассейном нашим, единственным 50-метром, будет пользоваться население, получить удовольствие. Если акклиматизационный период подготовки российских спортсменов сработает, то велика вероятность, что тренеры сборной воспользуются этим вариантом перед Олимпийскими играми в Токио. Если предолимпийские сборы будут проходить во Владивостоке, то национальная команда будет тренироваться здесь 2-3 недели. Дмитрий Беломестов, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.